По предварительным данным областей, в текущем году сельковские культуры будут размещены на площади 21,8 млн гектаров, на 313 тыс. гектаров больше, чем в прошлом году, или на 1,5%. Площади весеннего сева составят 19 млн гектаров, под зерновыми культурами будет занято 15,9 млн гектаров, из них под пшеницей 12,8 млн гектаров. Мастичные культуры будут размещены на площади 2 млн гектаров, кормовые культуры на площади 3,4 млн гектаров. По данным областей, обеспеченность семенами составляет 99,3%. Дефицит семян в объеме 16,9 тыс. тонн ожидается в Актюбинской и Западно-Казахстанской областях. Это по пшенице? По всем сиркускультурам. Указанный дефицит будет восполнен за счет ресурсов самих областей, либо за счет госресурсов семян. При этом сиркус товаропроизводители могут получить семена у продкорпорации в виде семенной суды под гарантию банка второго уровня, либо в порядке продажи по предоплате. В настоящее время у нас идет проверка качества семян. Из засыпанных семян проверено 84%, из них 82% оказались кондиционными. По данным Казгидромет, с учетом фактических осенних запасов влаги и верхних слоев почвы и зимних осадков, ожидается, что к началу пассивных работ запасы влаги будут удовлетворительные и оптимальные. В Казахстане основные водоемкие культуры — это рис и хлопчатник. Относительно 2012 года, по данным областей, площади риса в этом году будут сокращены на 3,2 тысячи гектаров, хлопчатника — на 7,6 тысяч гектаров. В 2011 году во исполнение поручений главы государства были заключены меморандумы между областями и Минсерхозом по диверсификации структуры пассивных площадей, которые предусматривают сокращение площадей пшеницы, водоемких культур и расширение площадей высокоориентабельных культур. Это масличные, овощные, зернобобовые культуры, кормовые культуры. У нас уже в этом году мы предусматриваем довести площади до 2 миллионов гектаров масличных культур. Это получается у нас на 35,8 тысяч гектаров больше, чем в прошлом году. Это имеется в виду рапс, сафлор, лен масличный. И площади кормовых культур тоже мы в этом году предполагаем довести до 3,4 миллиона гектаров. Это на 276,7 тысяч гектаров больше, чем в прошлом году. Относительно меморандумов у нас получается, что мы сейчас уже по масличным кормовым культурам и по овощебахчевым культурам уже превысили показатели меморандума. В этом году то, что данные областей нам представили, получается, что на 139 тысяч гектаров у нас будет больше площади масличных культур в сравнении с меморандумами, на 127 тысяч гектаров больше, чем по кормовым культурам в сравнении с меморандумами, и на 19,6 тысяч гектар больше по овощебахчевым культурам. Еще хотелось бы отметить, что у нас разработан проект комплексного плана диверсификации посевных площадей Махтаральского района Южно-Казахстанской области, где у нас размещены основные площади Хлопчатника. Предусматривается, что до 2016 года площади Хлопчатника в Махтаральском районе будут сокращены на 28 тысяч гектаров и доведены до 66 тысяч гектаров. За счет этих 28 тысяч гектаров у нас предусматривается разместить бахчевые культуры, кукурузу, многолетние травы, овощи, плодовый и виноград. Из водосберегающих технологий у нас наиболее распространенные это влагоресурсосберегающие технологии, в том числе нулевые технологии, которые в основном у нас находят применение на севере при производстве зерновых культур. Вот у нас в прошлом году было влагоресурсосберегающие технологии, примененные на площади 12,5 миллионов гектаров, а нулевые на площади 2,7 миллионов гектаров. И это было 79% зернового клина. В этом году, по данным областей, они будут расширены, доведены до 12,7 миллионов гектаров, а нулевые технологии до 2,9 миллионов гектаров. Кроме того, одним из видов водосберегающих технологий является капельное орошение. Капельное орошение в основном находит применение в южных регионах. Вот у нас, например, в прошлом году площади капельного орошения составили 31,9 тысяч гектаров. Это в 4,5 раза больше, чем в седьмом году. На капельном орошении выращиваются овощи, выращиваются бахчевые культуры. Все культуры, которые на орошении, в принципе, они могут переводиться на капельное орошение. Они плодовые культуры выращиваются, виноград выращивается. Вот из этих 31,9 тысяч гектаров, которые я сказала, из них 28 будет размещено в ЮКО, и 7 тысяч гектаров будет в Алматинской области. Государствам, конечно, уделяется большое внимание. Поддержки сиркозтовропроизводителей, особенно к проведению весенних полевых работ, потому что не зря в народе говорят, что посеешь, что и пожнешь. Поэтому это у нас и бюджетный кредит в размере 40 миллиардов тенге, который выделен за счет Национального фонда. Кроме того, у нас в рамках программ субсидирования предполагается выделить 71,2 миллиарда тенге. В рамках программ субсидирования, это имеется в виду программа субсидирования горюче-смолочных материалов и других товарно-материальных ценностей, необходимых для проведения весенних полевых уборочных работ, под приоритетные сельскохозяйственные культуры. В рамках этой программы у нас выделяется 34,3 миллиарда тенге. Кроме того, у нас предусмотрена программа субсидирования минеральных удобрений и гербицидов, в рамках которой выделяется 26 миллиардов тенге. Программа доставки поливной воды 1,6 миллиарда тенге. Субсидирование семеноводства 2,5 миллиарда тенге. И у нас будет продолжена в этом году программа удешевления ставки вознаграждения по лизинку сельскохозяйственной техники, в рамках которой выделяется 3 миллиарда тенге.